Всем привет, меня зовут Убова, а вы смотрите новое видео на канале Инсен Студии, и сегодня я вам расскажу про свой первый раз. Итак, поехали! Начиная с 4 класса у меня постепенно начало ухудшаться зрение. Оно ухудшалось постепенно, по чуть-чуть, 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 и на сегодняшний день у меня зрение минус 2.25 на оба глаза. За эти 7 лет я поменял 3 очков. Первые очки у меня не сохранились, я не знаю где они находятся. Вторые очки это вот эти, они слабые уже на сейчас. И самые сильные и новые очки это вот эти. Их я покупал в прошлом году, и сейчас я в них хожу в школу, ну либо же там в кинотеатр, в театр, или еще когда куда-нибудь иду, одеваю вот эти очки. Хочу поделиться с вами наболевшим моими минусами от пользования очками. Итак, минус первый. Они довольно-таки большие, и их всегда нужно носить с собой, чтобы вдруг что ты мог их одеть и увидеть, что тебя окружает. Их нужно ложить в этот футляр, и футляр занимает достаточно много места, и особенно летом, когда ты выходишь на улицу в шортах и в футболке, в шортах карман бывает один или вообще нету, и тебе приходится брать с собой такой большой футляр. Это очень неудобно, потому что он больших размеров, и его почти никуда нельзя приткнуть. Следующий минус это уход за очками. Они очень часто пылятся, постоянно их нужно протирать, и в общем ухаживать за ними. И постоянно носить с собой тряпочку, чтобы их вытирать, это еще дополнительная морока, в общем это тоже минус. А еще и краска на них облазит, в общем они быстро теряют презентабельный вид, и становятся каким-то некрасивым дополнением твоего лица. Да, в общем это тоже минус. Следующий минус в том, что в очках ты не видишь всего окружающего мира, потому что ты можешь видеть лишь то, что находится за этими стеклами. Когда ты в очках, ты видишь вот эти окантовки, и это тоже вызывает дополнительный дискомфорт. Также минус это то, что ты одеваешь очки, и все видят, что ты в очках, как бы понимают, что у тебя херовое зрение, ты что, ущербный? Минусов достаточно много, чтобы подумать о замене очков на что-то другое. А на что можно заменить очки, как не на линзы? И тема этого выпуска, мой первый раз в ношении линз. В 2015 году я думал, почему бы мне не надеть линзы и не начать в них ходить, потому что все мои близкие, так как мама, бабушка, они уже давно перешли на линзы, потому что у нас похоже это семейное у всех плохое зрение, и это наверное как-то на биологическом уровне передается, поэтому и у меня плохое зрение. Потому что в четвертом классе у меня не было ни компьютера, ни планшета, а телефон был маленький, и в нем я не мог по своей зрению. Смотря телевизор, ну возможно, но хотя тоже вряд ли, но ладно, это никак не исправить, поэтому надо как-то с этим бороться. Перед покупкой линз я начал читать разные статьи в интернете, также смотреть разные ролики на ютубе, как одеть, как снять линзы, как подготовиться морально к покупке линз, в общем, я посвятил несколько дней этой теме. Я проходил мимо люксоптики и решил зайти, сделать диагностику зрения, ну а там посмотрим. Буду покупать, не буду, я еще точно не знал. В общем, пошел, заплатил, сделал диагностику, ее делал профессионал, прям у него своя лаборатория, в этой люксоптике он уделил мне около часа, где-то минут сорок, он проверял мое зрение всякими возможными путями, потому что это было очень долго, и он установил, что у меня зрение минус 2.25 на оба глаза, потому что всегда у меня один глаз видел чуть лучше, чем другой глаз, один был минус 2.25, другой минус 2. Так мне сказали вайн-комать, ну я им верил как бы. А люксоптики сказали, что у меня зрение одинаковое, на оба глаза минус 2.25, и мне прописали линзы под мое зрение. В общем, в стоимость диагностики входили однодневные линзы, которые мне одел врач. Он сам мне насыпил эти линзы, это было достаточно неприятно, потому что это делал не я, а он. Когда он мне только одел линзы, я сразу посмотрел по сторонам и ахнул. Капец, как круто видеть в линзах, почему я раньше не дошел до того, чтобы их купить. 7 лет у меня плохое зрение, и я ходил в очках. А теперь я могу надевать линзы, и это намного круче, чем очки, потому что теперь ты видишь всё. Всегда до покупки линз меня останавливал тот факт, что я думал, что это будет очень больно, болезненно, и вообще как можно пальцем залезть в глаз, я думал, это какая-то хрень для мазохистов. Ну, в общем, оказалось, нет, это совершенно не больно, легко, и это вообще не занимает много времени, просто берёшь, готово. Итак, мои плюсы линз. Плюс первый. Ты их одеваешь утром, снимаешь вечером, ты весь день в них, тебе не надо париться, что у тебя на голове одеты очки. Ты видишь абсолютно всё, как будто это твоё зрение, и линзы ты совершенно не ощущаешь на глазах. Возможно, когда только их одел, чуть-чуть ты как бы их чувствуешь, и вообще никакого дискомфорта не вызывает. Следующий плюс, то что никто не знает, что на тебя линзы, и как будто это твоё зрение, потому что они прозрачные, и чтобы их увидеть, надо прям достаточно круто присмотреться в глаз. Вот давайте сейчас стану ближе к камере, и вы посмотрите, видно их или нет. В реальной жизни их по-любому никто не увидит, поэтому это очень круто, и намного круче, чем очки. Следующий плюс, что тебе не нужно носить их в вот таком вот чехле, и постоянно задумываться о том, куда ты его приткнёшь, потому что без этой хрени ты ничего не увидишь на улице, или идёшь в кинотеатр, и не взял очки, всё, тебе надо возвращаться домой за очками, потому что в кино ты не попадёшь, так как, например, у меня такое очень часто бывает, и во многих случаях я обламываюсь и не иду на фильм. Следующий плюс, то что очки ты сделал, и как бы они у тебя на долгое время. У тебя ухудшилось зрение, тебе надо более сильные очки, а это довольно-таки большая морока, потому что ты идёшь, тебе делают заново диагностику, устанавливают твоё новое зрение, потом ты подаёшь заявку, где-то неделю тебе будут делать эти очки, и только потом ты их как бы получаешь. С линзами всё намного проще. У меня ежемесячные линзы, бывают ежемесячные, на 3 месяца, на полгода, у меня ежемесячные. То есть, каждый месяц я могу брать себе сильнее, сильнее, в общем, всё намного проще, чем с очками. Также хочу тебе рассказать, что нужно купить, если ты хочешь себе линзы. Для начала купи сами линзы. Они бывают разных моделей, разных фирм, я выбрал вот этот вот, хотя мама пользуется другой, но врач сказал, что это как бы намного лучше, чем... Как там, Баушенлон, кажется, называется, такая синяя упаковка, мама пользуется ей. Мне купила вот это, потому что врач порекомендовал, что эти намного лучше для глаз, и я вот купил вот это. Также надо будет раствор для линз. У меня Рену для чувствительных глаз, потому что глаза у меня чувствительные, и без этого раствора вообще никуда, так что обязательно его надо будет покупать вместе с линзами. Также в комплекте с этим раствором идут ячейки для линз. Либо же они будут идти вместе с самими линзами, либо же раствором. У меня они и шли с раствором, так что их покупать реально не надо, они будут идти в комплекте. Ты купил линзы, приходишь домой, чтобы их одеть. Для начала тебе нужно вымыть руки с мылом, очень хорошо их вымыть. В принципе, это и так очевидно, что ты не будешь грязными руками лезть в глаза. И да, ты не будешь лезть грязными руками в глаза, потому что это глаза всё-таки. Дальше тебе нужен раствор, линзы. Я надеюсь, тебе понравилось такое тематическое видео на канале InSatStudio, потому что довольно давно не было подобных видео. И сегодня я тебе рассказал о наболевшем очках, и о моём зрении, поделился своим опытом, а также сказал, что у меня есть линзы, и теперь мне намного лучше, чем было с очками, потому что теперь я вижу всё отлично, и они на мне ежедневно теперь. И это намного удобнее и круче, чем очки. Так что рекомендую вам, если вы сейчас думаете покупать себе линзы или очки, то по-любому покупайте лучше линзы. А это видео подошло к концу. А с вами был я, неподражаемый Вова Гура. Спасибо за просмотр это видео. Если оно вам понравилось, поставим палец вверх. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видосов, потому что они будут теперь очень часто, потому что я вернулся в прежний ритм, и готов их пилить чуть ли не каждую неделю. Так что будь со мной на волне, плюс один, и это ты. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова